Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о втором послании апостола Петра и обратимся к первой главе. Надо сказать, что второе послание апостола Петра с глубокой древности, по крайней мере, примерно с середины III века, очень многие авторитетные христианские писатели не склонны были считать текстом напрямую вышедшим из-под пера апостола Петра. Хотя, скажем, в первом послании об этом сказано ясно. Там Петр говорит, что и он это написал через Силуана. Здесь нет такого упоминания. Но и стиль, и содержание, и отсылки к происшествиям апостольской биографии скорее действительно производит впечатление слегка искусственных. Таким образом, наиболее лояльное, я бы сказал, толкование этого факта, то, что, как предполагали древние, некий христианский автор, имени которого нам, конечно, неизвестно, и мы не будем этого выдумывать, некий христианский автор в конце первого столетия записал мысли апостола Петра, которые апостол высказывал в конце своего служения, и применительно к некоему поводу, применительно к некоторой конкретной христианской общине, скорее все же конкретной общине, вот изложил эти мысли на папирусе для того, чтобы они стали доступны читателю. Более того, автор здесь все-таки говорит, что он это делает в качестве некоторого напоминания, дополнительного, может быть, даже излишнего напоминания. Вот это отчасти, может быть, ставит перед нами вопрос, как вообще относиться к тому, что древние писатели, в том числе раннехристианские авторы второй половины первого века, второго, может быть, даже отчасти начала третьего века, были склонны все-таки создавать так называемые псевдоэпиграфы, тексты, которые надписаны именем того или иного известного человека, но по факту Перу такого человека не принадлежат. Вот, по-видимому, второе послание Петра – это как раз типичный пример такого псевдоэпиграфа. И более того, заметим, что если второе послание Петра все-таки, по крайней мере, явно содержит в себе мысли апостола Петра, более или менее уместные в конце времен первого христианского поколения, то позже, во втором веке, там уже даже об этом не особо и заботятся. Понимаете? И ведь с тем вместе нужно видеть, что христиане в течение долгих столетий вообще не считали нужным задавать подобный вопрос, а если он кем-то и задавался, то вызывал большое возмущение, как экстремистские оскорбления чувств и прочие безумные глаголы. Понимаете? На самом деле авторитет, собственно говоря, для нас того или иного текста, входящего в Новый Завет, в первую очередь опирается на авторитет тех христианских общин, которые приняли этот текст, включили его в состав Нового Завета, как соотносимый со своим духовным опытом и с тем свидетельством, которое этим общинам было дано. Поэтому, а не потому, что там имеется то или иное достаточно авторитетное надписание, текст входит в состав священного надписания. И поэтому внимание следует обращать, конечно, на содержание текста, а не на разнообразные перипетии, атрибуции этого текста того или иному автору. Вообще говоря, это довольно важно хотя бы понимать. В данном случае, вот еще раз повторю, принято думать, как среди древних толкователей, так и среди современных библистов, что продиктованность этого письма апостолу Петру крайне маловероятно, крайне. Но, скорее всего, Петр не раз кому-то из своих сотрудников высказывал те мысли, которые в этом послании присутствуют, и, может быть, до, а может быть, через некоторое время и после кончины апостола Петра, вот они были записаны по некоему конкретному поводу. И еще тоже следует заметить, что, поскольку здесь есть явные отсылки к более или менее уже устоявшемуся тексту Евангелия, стало быть, более вероятно все же, что не раньше второй половины 60-х годов, первого столетия возникает этот текст. Ну вот, со всеми этими замечаниями обратимся теперь, собственно, к тому, о чем здесь идет разговор. Вот некий человек пересказывает нам, что Симон Петр говорит, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ну, такая слегка, может быть, сложная для понимания формулировка, что здесь говорится. Во-первых, Петр, мы будем называть автора апостолом Петром, несмотря на все, так сказать, сложности с такой позицией. Итак, вот апостол говорит о христианах, к которым он обращается, что вы приняли вместе с нами равнодрагоценную веру. Здесь ключевое слово «равно», потому что речь идет об апостоле, который был одним из первых призван Господом Иисусом Христом вместе со своим братом Андреем и был со Христом дольше других. И вот после воскресения Христова, после всех тоже сложных поворотов, событий, которые были во время страстей, именно Петру Господь говорит, «Паси агнцев моих». Вот этот человек, который возглавляет общину в Иерусалиме до того, как в ней появилась формальная иерархия в виде апостола Иакова, человек, который был лидером в той проповеди в день Пятидесятницы, когда апостолы вышли на улицы Иерусалима, славя Бога. Вот, он говорит о том, что вера людей, которые получили ее в следующем поколении, так сказать, в следующей итерации миссионерского служения, она равна, драгоценная. Петр, который с самого начала с Иисусом и вот уже к моменту предполагаемого написания этого письма или высказывания этих мыслей больше, там, больше тридцати лет. Вот, он считает и называет веру христиан, из которых многие, может быть, обратились совсем недавно, и судя, кстати, по тому, что он им пишет, это, скорее всего, так. Вот, к этим людям он обращается и говорит, что вы приняли равнодрагоценную веру. Блаженный, не видевший, но уверовавший, говорит Господь в Евангелии. И вот Петр со своей стороны, со своей позиции, собственно, выражает то же самое. Это довольно важно, потому что, знаете, в картине мира христиан нередко присутствует представление о том, что когда-то в первом веке был золотой век, а дальше происходила одна сплошная деградация. В каждом следующем поколении все хуже, хуже, хуже. Это отчасти так. По крайней мере, это не безусновательная позиция. Но сам апостол видит по-другому. Он говорит о том, что вы следующие, идущие после нас, идущие за нами, приняли равнодрагоценную веру. Ну и, конечно, тоже нельзя не обратить внимание на то, что он называет эту веру драгоценностью. Опять-таки, как и Господь в Евангелии говорит о том, что царство подобно купцу, ищущему драгоценных жемчужин. Вот это, по-видимому, этот образ, встречи с Богом, личных отношений с Богом в Иисусе Христе, как величайшей драгоценности. Он действительно восходит к самому Иисусу, и был понятен и важен для его ближайших учеников. Далее апостол говорит о том, что вы приняли эту веру по правде, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, не по каким-нибудь другим причинам, не потому что у Бога есть какие-то идеи, задачи или нужды, тем более, да, не потому что он обязан это делать, не потому что люди какими-то причинами вынуждают или должны получить по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это правда или праведность, как тоже можно перевести это слово, скорее ближе к тому, что мы в литургии называем святостью Божьей, и причиной того, что нам дается драгоценная вера, равно драгоценная с апостолами, причиной этого является то, каков Бог, то, каков Бог по правде его сердца. В других письмах другие апостолы пишут по милости Иисуса Христа. Это на самом деле несколько разных способов вместить в одно и то же понятие нечто очень-очень многомерное. Вот потому каков Бог этим, его сердцем определяется то, как он относится к нам и то, что он нас спасает и дает нам эту веру. Ну и как было принято в ту эпоху, Петр говорит здесь «благодать и мир вам да умножатся», тоже вполне обычная вещь. Все апостолы в переписке и, видимо, в устном общении тоже говорят о благодати и мире. Но у Петра есть удивительный и очень важный здесь нюанс. Он говорит «благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». В познании Христа, в познании Бога во Христе. Таким образом, вот эта благодать Божья, благодать примирения, благодать прощения, благодать возрождения к новой жизни, все то, что делает благодать Божья, это дается нам в познании Иисуса Христа. Не каким-нибудь другим путем, не по случайности у Петра вырывается это слово. Он говорит именно о познании Христа. И это тоже, на самом деле, очень современная вещь, потому что, знаете, на сегодняшнем языке мы, пожалуй, сказали бы о личном знакомстве с Иисусом Христом в том месте, где Петр употребляет слово «познание». Да, здесь очевидным образом не идет речь о тех или иных богословских построениях вокруг личности и природы Иисуса Христа. Все-таки ни эпоха Петра, ни даже конец первого столетия после его гибели еще таких вещей не знают. Речь идет, повторяю, вот о такой непосредственной встрече, о личном знакомстве. Что же это значит? Как этого добиться? Где можно найти эту встречу, о которой Петр говорит, что она дает нам благодать и мир умножаются. Апостол дальше, начиная с третьего стиха, собственно, высказывает основную мысль, ради которой он, по-видимому, и пишет свое послание. Он говорит о том, что сила Божья дарует нам все потребное для жизни и благочестия. Здесь, в эпоху еще далеко не устоявшегося слова употребления, многие апостолы, Петр в том числе, используют это древнегреческое слово эвзебея, которое мы переводим как благочестие. И, во-первых, не до конца уверены, правильно ли мы переводим, а, во-вторых, что тоже самое главное, не очень понимаем, что означает слово благочестие на русском языке. Но вот такое вот словосочетание обычно для апостольской эпохи «жизнь и благочестие» или «благочестие в познании Христа». Надо заметить, что в самом Евангелии это слово отсутствует вообще. Это не евангельское понятие. И, может быть, это попытка перевести на греческий язык какое-то понятие иудейского религиозного опыта апостолов. Опять-таки, мы не можем с точностью утверждать, какого именно. Так или иначе, вот Петр говорит, что сила Божья, божественная сила его даровала нам все нужное для того, чтобы быть живыми, для того, чтобы стоять перед Богом в правде. Каким образом? Через познание призвавшего нас. Через то, чтобы мы узнали его. Не о нем, обратите внимание. Снова я повторю, что это не разговоры о Боге, а это знакомство с Ним. И дальше апостол говорит о том, что вот это вот дарование потребного для жизни благочестия дано для того, чтобы мы сделались причастниками божеского естества. Конечно, в эпоху святых отцов эта идея была сформулирована, может быть, еще более ясно и четко. Тем не менее, для нас, мне кажется, важно, что Петр, не говоря вообще ничего о том, что же это такое за божественное или божеское естество, потому что он все-таки иудей, и в отличие от грекоязычных мыслителей, Петр точно знает и с детства выучен в том, что Бог непостижим, и рассказывать, как он устроен, и что такое его природа, было бы по меньшей мере глупо. Поэтому Петр здесь этого не собирается рассказывать. Он говорит о том, что христиане призваны каким-то образом причаститься, приобщиться этого божественного естества, встречая Бога во Христе, познавая Бога во Христе, вот действительно подниматься над своей человеческой природой, узкой, ограниченной, а каким-то образом приобщаясь к самому Богу. И дальше апостол говорит о том, что на самом деле вот этот импульс божественной силы, который дает нам в жизни благочестие, потому что мы знаем Бога, приобщаясь во Христе и его естеству, этот импульс жизни дается нам для того, чтобы в этом мире мы явили некоторые свойства, качества, чтобы в нашей жизни было что-то такое, что для христианина по-настоящему важно. И это Петр дальше и перечисляет. Он говорит, добродетель, рассудительность, терпение, благочестие, говоря таким образом, ну, принято считать, по крайней мере, говоря о некоторой такой лестнице. Если хотите, это тоже один из древнейших, может быть, древнейший пример христианского рассуждения в жанре духовной лествицы. Вот Петр говорит, что начинается все вообще с веры, с веры, которая дает нам возможность быть добродетельными. Добродетельность позволяет видеть подлинную природу вещей и событий, он называет это рассудительностью, в которой ты можешь выбирать важное и менее важное, и Петр называет этого издержанием. И от этого следует владение собой, упование на грядущий дар Божий. Он называет это терпением. Дальше он говорит о том, что отсюда произрастает благочестие, которое мы бы назвали прямым стоянием перед Богом в правде. И дальше еще остаются у него в этой лестнице две ступени. Он говорит, что вот от всего этого произрастает братолюбие. Ну, мы, кажется, ожидали бы в обратном порядке. Но для Петра братолюбие, если хотите, вот предпоследняя ступень духовной лестницы. А последняя – это, конечно же, любовь, которая является в братолюбии. И это вот рассуждение Петра, последовательность, которую он пытается выстроить, оно чрезвычайно важно. При всем том, что мы до конца не можем быть уверены, что мы понимаем логику, которая руководила апостолом, выстраивающим эту последовательность. Но, тем не менее, он говорит о том, что все те качества, которые важны для христианина, нравственные, и добродетели, и терпение, и рассудительность, и воздержание – все это лишь предварительные вещи, которые дают нам возможность приобрести подлинное братолюбие, подлинную любовь. Таким образом, если мы на чуть более широком пространстве текста, начиная с первых стихов, попытаемся проследить мысль апостола, то, по-видимому, она заключается в том, что, дорогие братья, вам дана вера, вам дано знакомство с Иисусом Христом, через это божественная сила, как он в предыдущем послании пишет, возрождает вас к новой жизни для того, чтобы вы, пройдя ряд промежуточных стадий духовного возрастания, могли жить в братолюбии, могли жить в любви. Потому что это и есть самое главное. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот, собственно, условия успешности христианского пути. Что необходимо, какие подвиги, какие качества необходимы христианину для того, чтобы достичь успеха в познании Господа Иисуса Христа. А вот какие, любовь, которая есть плод братолюбия, которая рождается через рассудительность, терпение, веру, благочестие и добродетель. Таким образом, апостол высказывает мысль для его поколения, по-видимому, довольно понятную, потому что ее как раз он дальше особо-то и не поясняет, предполагая, что читатели сам понимают, о чем идет речь. А для нашего времени скорее все же на этом следует сконцентрировать внимание. Опять-таки потому, что за те две почти тысячи лет, которые прошли с момента написания этого текста, мы привыкли считать вещами, обеспечивающими успешность нашего духовного пути, плод нашей христианской веры. Какие-нибудь привыкли считать другие вещи, меньше братолюбия, а, скажем, готовность с пеной у рта перессориться со всеми из-за нюансов слов. Так ведь было неоднократно и сейчас тоже. Из-за нюансов мнений, кто что как думает о каких-то частных вопросах, мы готовы просто прямо тут же кадилами по голове друг к другу настучать, понимаете? А Петр не считает, что это важно для успеха христианского пути? Нет, для успеха нашего пути ко Христу важно братолюбие, важна любовь, а не какие-нибудь там другие подвиги другого рода. В ком этого нет, говорит Петр, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. И поэтому Петр говорит, вот, братья, старайтесь утвердиться в этом вашем звании и избрании. Речь идет о звании, призванных Богом. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание в нашем синодальном переводе, хотя, в общем, с точки зрения русского языка не самая ясная формулировка, тем не менее, смысл понятен. Старайтесь утвердиться в этом, в том, что вы христиане, и, значит, ваш путь дает вам успех, дает вам успех, когда вы являете веру рассудительность, терпение, братолюбие и любовь. И дальше сразу Петр обозначает, чтобы не было кривотолков, о каком успехе он говорит. Успехи и плоди. Вот, поступая так, никогда не приткнетесь, потому что так, снова, через веру, добродетель, рассудительность, терпение, братолюбие и любовь, так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. И, конечно же, тоже чрезвычайно важно обратить внимание, что Петр не имеет в виду под словом «вечный» бесконечную продолжительность во времени. Вот рассуждения эпохи Декарта едва ли были бы ему близки. Петр говорит о Царстве Христа, которое всегда вечное в этом смысле, всегдашнее, постоянное, открытое людям Царство Иисуса Христа, вход в который мы обретаем, когда вот вся наша вера, все наше знакомство со Христом выливаются в некотором конкретном результате, который есть братолюбие и любовь. Тоже заметим, что разномыслие-то в ту эпоху были довольно велики, разные конфликтные позиции тоже существовали, и слово братолюбие было таким же актуальным тогда, как и сейчас. Собственно, это, по-видимому, основная мысль послания и основная мысль первой главы этого послания тоже. Дальше Петр говорит о том, что я буду вам это напоминать, зная, что скоро моя жизнь должна закончиться. Ну, по-видимому, на этом основании многие исследователи предполагают, что Петр разговаривает об этом, с тем, кто запишет потом эти мысли, где-то вот в середине 60-х годов первого столетия, когда действительно кончина апостола Петра была не за горами, и, в общем, было понятно, что деятельность апостола в римской христианской общине довольно быстро должна вызвать соответствующие репрессии со стороны власти. Так вот, здесь Петр ссылается на то, как Господь наш Иисус открыл мне. Ну, видите, об этом рассказывает евангелист Иоанн, только до написания Евангелия от Иоанна еще лет 30 с момента гибели Петра. Кто-то полагает, что эта фраза из послания апостола Петра является таким подтверждающим свидетельством по отношению к Евангелии от Иоанна. Кто-то, наоборот, думает, что это свидетельство того, что этот текст записан после того, как было записано Евангелие от Иоанна. Ну, я не возьмусь здесь взвешивать и сравнивать эти позиции. Тем не менее, обратим внимание, что вот здесь, как и в 14 стихе, мы наблюдаем отсылку к тому евангельскому тексту, к тому евангельскому свидетельству, которое известно нам и сейчас. Итак, Петр говорит о том, что я вам буду об этом напоминать, «Хотя и скоро мне уже время будет уйти к Богу, я все равно буду вам об этом говорить, вам об этом напоминать». Да, ну, видимо, потому что это так важно. Буду стараться, чтобы и после моего отшествия вы всегда это помнили. Снова возвращаясь к началу главы, он говорит, «Мы возвестили вам силу и пришествия Господа Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». С одной стороны, понятно, Петр видел множество чудес, совершенных Господом Иисусом Христом. Я уж не говорю о его встречах с воскресшим и том времени, которое он провел с воскресшим Иисусом вместе с другими апостолами. Это, конечно же, так. И он видел преображение, он слушал слово Иисуса на горную проповедь. Ну, понятно, можно, по крайней мере, понять, о чем он говорит, когда пишет, «Мы возвестили вам силу пришествия Христа, быв очевидцами его величия». Но также следует читателю, мне кажется, обратить внимание на его выражение «Мы возвестили вам это нехитросплетенным басням последуя, а быв очевидцами его величия». Вот эти самые хитросплетенные басни, надо сказать, что выражение, конечно, имеет в языке оригинала такой же уничижительный оттенок смысла, как и, скажем, в современном русском языке. Речь идет о благочин... простите, хитросплетенных баснях, о том, что люди придумывают про то, как устроен мир, небеса. Их перечисляют там 3, 5, 9, сколько хочешь, небес. Там какие-то сферы, вот все это в числовой гармонии, какие-то там демиурги бесконечные. В общем, гностических учений про то, как устроен мир, и в те времена, и сейчас довольно много, сейчас даже меньше, я бы сказал, все-таки более или менее известные и здравые христианские учения делают существование совсем уж нелепых религиозно-философских конструкций затруднительным. В те времена это было проще. И вот как раз где-то, наверное, в 70-е, 80-е годы, может быть, и несколько раньше, в 60-е, подобного рода взгляды стали проникать в среду христиан, особенно грекоязычных. И у девух христиан-то, в общем, была некоторая закваска против таких гностических взглядов именно благодаря нормальному библейскому богословию школьному, которое было распространено среди верующих иудеев. А вот здесь Петр говорит о том, что, да, конечно, появляется куча желающих сопоставить Иисуса Христа с какой-то там фигурой конструкции мироздания, с демиургом, извините за выражение, или там еще с чем-то, какой-то идеей мира. Это все ужасно увлекательно, страшно учено, и, может быть, очень интересно, но Петр говорит о том, что мы возвестили вам пришествие Иисуса Христа, а не религиозно-философскую конструкцию обустройства мира. Мне кажется, это тоже очень важная вещь, потому что вот вся вторая половина, середина его послания, она как раз посвящена по большому счету именно вот этому гностическому влиянию, которое уделяет словам, мыслям и словесным конструкциям внимания больше, чем реальному братолюбию, любви и знанию Иисуса. И еще, конечно, тоже очень важно, что апостол говорит о пришествии Иисуса. В его выражениях именно в центре находится то, что он говорит о встрече с ним. Он-то ведь знает Иисуса как конкретного живого человека, с которым Петр был знаком, у которого он учился, и смерть, которого он видел, и воскресение, которого он тоже видел. И вот поэтому апостол говорит, что он принял от Отца честь и славу, когда мы услышали голос «Все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тоже очевидным образом отсылка к евангельскому повествованию, но для нас сейчас важнее, что вот апостол говорит, мы видели, как этого человека, он же о крещении вспоминает, когда Иисус стоял в водах карданских, и креститель то ли отказывался, то ли соглашался его крестить, вот в этот момент они в этом, как они думали, обыкновенном, или, может быть, не совсем обыкновенном человеке, увидели что-то такое, что поняли как явление силы и славы Божьей. И, наконец, в заключении первой главы Петр говорит о том, что вы можете это понять и сами, и стараетесь понять, используете эту возможность, потому что мы с вами имеем вернейшее пророческое слово. Таким образом, он говорит о ветхозаветном пророчестве. Кстати, он, скорее всего, использует этот термин шире, чем привычное нам обозначение книг пророков-писателей. Скорее всего, он имеет в виду, может быть, даже всех людей, через которых приходит там ветхозаветное откровение, вот мы имеем это верное слово, и слава Богу, что вы к нему обращаетесь, говорит апостол. Потому что это слово – светильник, сияющий в темном месте, пока не начнет рассветать день. Ну, во-первых, я думаю, что современному читателю в этом месте не помешает испытать некоторый укол совести, потому что мы далеко не так тщательно обращаемся к вернейшему пророческому слову. Ну, то есть не обращаемся почти совсем, за исключением отдельных, крайне немногих людей. Да, для нас это пророческое слово как-то так вот кажется слишком сложным. Ну, действительно, оно сложное. Петр вот и пишет, что, да, это пророчество из самого себя понять трудно, потому что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, то есть истолковать, что это значит. Но это так, потому что оно всегда дается Духом Святым. Он говорит о том, что Дух Божий вдохновляет людей, через которых он действует. Он движет святыми, которые записывают, дают следующим поколениям некоторое слово, в котором эта сила Духа и мудрость Духа Святого оказываются сформулированными, записанными. И он, снова замечу, да, говорит, что сами по себе из самих этих текстов, исходя, невозможно понять это пророчество, потому что оно не описывает исчерпывающим образом замысел Божий. Но если мы, вот как он выше говорил, принимаем в извещении силы и пришествия Господа Иисуса, тогда это пророчество, эти Верхозаветные Писания становятся по-настоящему понятны. Продолжение следует... Продолжение следует...